Музыка Конечно, в арабских и мусульманских странах терроризм или экстремизм не называют исламским вообще. Это европейский дискурс, в какой-то степени заимствованный нами. В эту эпоху историческую терроризм или экстремизм определенной части населения приобрел религиозную окраску и приобрел не сам по себе, естественно, благодаря усилиям организаций. Что касается Ближнего Востока, там есть и общественные организации, там есть понимание в правительственных кругах. И я лично общался с депутатами парламентов Египта, Ирака и Ордании, например, буквально за последние, может быть, полтора года. Все эти люди так или иначе, представляя здоровые слои общества, потому что в некоторых парламентах есть разные представители разных сегментов этих обществ, они, конечно, во-первых, примут такую инициативу, я думаю, позитивно, с ними можно будет сотрудничать, и наш институт, я думаю, мог бы оказать помощь нашим парламентариям, нашему парламенту именно с точки зрения экспертной, как для налаживания контактов, для налаживания взаимопонимания, в конце концов, просто для сбора информации, кто есть кто. Часто официальная внешняя информация не всегда соответствует тому, кого представляет тот или иной депутат на самом деле. И также хочу сказать, что в обществах ближневосточных стран уже ведется работа по противодействию терроризму, мы сейчас отходим от силового противодействия, именно идеологическому. Например, в феврале этого года мне посчастливилось посетить центр отслеживания экстремистской мысли или экстремистских идей в интернете, который организован при Исламском университете Лазар, ни больше, ни меньше. То есть там понимают эту проблему, там сделали… Я просто был поражен, действительно, сколько людей занято, какая техника и какими методиками они пользуются. Сейчас на сегодняшний день порядка 15 языков, то есть специалисты на 15 языках отслеживают интернет-пространство с тем, чтобы готовить… Мы понимаем, что такое университет Лазар, он готовит соответствующие решения, да, фетлы по тем или иным проблемам, и выявляя эти проблемы, выявляя пропаганду экстремистскую под соусом Ислама, да, под крышей Ислама, они соответствующие ответы готовят и их публикуют. Также в интернете, и там и колл-центры есть, и так далее, и так далее. Вот один из примеров. Я думаю, что и в нашей стране, наверное, пора делать что-то такое в сотрудничестве с ближневосточными организациями. Я также знаю, что в Эмиратах сейчас подобные идеи есть, и там на правительственном уровне готовы сотрудничать, и с Россией в том числе. При всех наших разногласиях на региональном уровне, на глобальном уровне, тем не менее, они понимают, что этот терроризм их сожрет в итоге, если они не будут сотрудничать с другими странами, с другими силами.